Я продолжаю рассказывать про настройки секции в Elementor Pro. Это вторая часть. Меня зовут Федор Васильев. И давайте продолжим. Мы остановились с вами на вкладке стили, вкладке фон. Рассмотрели заливка цветом секции, заливка картинкой, сопутствующие настройки к картинке. У нас еще есть градиент, видео, слайд-шоу. Давайте вот эти кнопки разберем и будем двигаться дальше. Если мы кликаем градиент, понятно, градиент это переход от одного цвета к другому. Сейчас ничего не видим, потому что вот здесь цвет не задан. Задаем здесь какой-то цвет и сразу видим два цвета, потому что вторичный цвет у нас уже по умолчанию стоит. То есть он меняется вот здесь. Вот так вот он меняется. То есть здесь сверху может быть какой-то контент, текст, картинки, все что угодно. А сзади может быть вот такой вот градиент. Дальше. Какие еще есть манипуляции? Смотрите, положение, то есть получается преобладание от этого зеленоватого цвета в большей степени. Видите, там красный как бы меньше, оранжевый. Соответственно, то же самое есть для оранжевого цвета. То есть преобладание больше оранжевого. Дальше. Тип. Есть линейный, есть радиальный. То есть как бы идет круглый, так скажем. То есть у нас в кругу получается в середине зеленоватый, а по краям оранжевый. Если выбираем радиальный, то появляется еще позиция. То есть можно в угол сместить. Дальше угол. Если линейный, то есть тоже можно менять и угол. Видите, то есть как бы вот оно, смещение просто по цвету. Обратите внимание, как все меняется. Соответственно, скролл эффект маус мы рассмотрели. В принципе, про градиент здесь все. Если мы выбираем дальше, смотрите, видео, то мы можем ставить ссылочку с YouTube. Я попробую поставить на свой видеоролик. Вот вы сразу видите, даже здесь видео запускается. Смотрите, время начала можно выставить, например, от 10 секунды начала ролика, чтобы запускался видео. И время окончания также можно выбрать. Я пробовал, и то, и то работает. Дальше проигрывать единожды, то есть один раз ролик проиграет, если ставим «да», и больше проигрываться не будет. Дальше проиграть на мобильных устройствах. Ну, такое себе на самом деле, как бы есть опасность, что будет сильно сайт тормозить, если это у нас будет включено на мобильных. Я бы не советовал на мобильных такое включать. Бывает случай, когда видео может по каким-то причинам не запуститься, слабый интернет и так далее. Тогда можно ниже заглушку поставить в виде картинки. какой-то картиночки. Давайте посмотрим, и я сохранюсь. Пойду на сайт, обновлюсь. Сначала видим картинку. В любом случае заглушка появляется, потому что пока видео грузится, это нормально. А потом уже идет, видите, вот это уже видеофон сейчас. То есть сейчас то, что вы видите, это идет как бы не видеоурок, а именно мой ролик предыдущий. Наверное, это был не очень хороший пример взять ролик из этой же серии. Кого-то это может сбить с толку. Здесь надо было взять какой-то отличный ролик от моих вот этих серийных выпусков, чтобы здесь все это было понятно. Про перекрытие фона, я думаю, все здесь понятно. Дальше здесь настройки про видео заканчиваются. Мы переходим с вами слайд-шоу. То есть прямо в секции можно добавить слайд-шоу. То есть это переключение картинок. То есть не так давно опция эта появилась. И давайте наглядно разберем. То есть вот по этому плюсику мы можем добавить несколько картинок, чтобы проверить работу данной функции. То есть нас перебрасывают в Media Manager, так скажем, да, и выбираем изображение с компьютера. Я выберу несколько изображений. Изображения загружаются. Вот три изображения у меня выбраны. Нажимаю создать новую галерею. Галерея у нас создана. Здесь можно по крестику удалять, менять порядок. Или добавить в галерею еще изображение. Дальше нажимаю вставить. Здесь появляются три миниатюрки. Это видно. Здесь, соответственно, мы тоже это видим. Идет переключение. И давайте сохранимся и посмотрим, как это выглядит на сайте. То есть вот картинка загружается, по сути, по всей ширине. Ну, просто картинки у меня большие. И вы сейчас видите переключение. Я ничего не настраивал. Автоматически идет вот с интервалом небольшим переключение картинок. Дальше настройки зациклит листание, чтобы они всегда перелистывались. Или можно поставить нет. Один раз пролистаются все фотографии. И больше листаться не буду. Дальше длительность в миллисекундах. То есть это 5 секунд. 5 секунд проходит и у нас сменяется картинка. Дальше сам переход, эффект перехода. Есть разные варианты. Вот сейчас будем смотреть. Вот вы видели, переход произошел налево. Дальше длительность самого перехода. Тоже в миллисекундах. Если я сделаю, например, 100, а здесь сделаю 1000, то будет перелистываться очень быстро. Вы это видите. А если я здесь наоборот сделаю переход побольше, то переход будет вот такой вот плавный. И здесь есть такой некий эффект Кена Бернса. Давайте посмотрим, что за эффект. Ну, один из самых прикольных эффектов. Давайте я сделаю его здесь побольше, чтобы было лучше понятно. Картинка, как бы видите, она наезжает, увеличивается. Я думаю, это самый крутой эффект, который только может быть. Также, когда мы включаем этот эффект, внизу появляется опция, как будто она увеличивается. Если выбираем от, на самом деле она удаляться начинает. Вы это видите. Редактировать галерию можно навести мышь, увидеть вот здесь карандашик, добавить новых фотографий или поменять положение, или нажать на корзинку удалить. Разобрали все эти кнопки. Дальше продолжим. Теперь наведение. Чтобы понять, да, с наведением, давайте возьмем цвет. То есть я удалю картинку. У меня есть, вот, например, зеленый цвет. Заливка заднего фона. Я хочу это использовать. Смотрите, наведение. При наведении можно выбрать то же самое, либо цвет, либо градиент. То есть тут кнопок уже меньше. Скажем, здесь вы видите их сколько. Здесь уже при наведении более ограниченные возможности. Например, я беру оранжевый. Обновить. Пойдем на сайт. Обновлюсь. Видите, зеленый. Я навожу о мышь, и вы видите, весь фон задний, он просто меняет цвет. Плавно меняет цвет. В режиме редактирования тоже мы это можем видеть. То же самое, если мы хотим при наведении, чтобы на ворот появлялась какая-то картинка. То есть вот я навожу мышь, и появляются у нас панды. Думаю, мы здесь тоже с вами разобрались. Здесь я уберу картинку и уберу при наведении все эффекты. Дальше на вкладке стиль мы с вами фон разобрали. Перекрытие фона. Но опять же перекрытие фона, чтобы лучше понимать, я, наверное, здесь добавлю изображение. Пускай оно здесь будет. И дальше перекрытие фона. Тоже есть обычное и при наведении. То есть обычный тип. Мы можем выбрать тоже цвет. Перекрытие фона. То есть смотрите, если я выбираю цвет, он перекрывает мою ту картинку. Вы это сейчас сами видите. Вот я это сделал. Видите, идет перекрытие. Вот оно, идет перекрытие. Пускай будет черный. И, соответственно, прозрачность перекрытия вы можете контролировать здесь. Или выбрать любой оттенок. То же самое может быть перекрытие какой-то картинкой. Или перекрытие может быть вообще градиент. Прямо сейчас вы видите, градиент перекрывает наше изображение. Также ниже прозрачность. Можно вообще затемнить. Или сделать едва прозрачным. Вот таким образом. Это делается, чтобы, например, картинка все-таки какая-то сзади была. Но контент на переднем плане, например, текст хорошо читался. Дальше есть еще фильтры CSS. Кликаем на карандаш. И это достаточно интересный вариант. То есть это просто эффекты. Различные эффекты. Лучше эти эффекты будет видно, если мы эти фильтры CSS сделаем при наведении. Поэтому я их сброшу. И здесь еще есть режим наложения. Тоже можете поиграться. Смотрите, как меняется у нас картинка. То есть она то выцветает, то выглядит каким-то таким. То есть прям реально как будто картинка меняет цвет. Абсолютно. Как будто в редакторе ее поменяли. И теперь при наведении у нас вот видите тоже есть CSS. И это будет смотреться, я считаю, намного интересней. То есть это уже при наведении. Смотрите, я яркость убрал. Вот я навожу. Видите, при наведении что происходит. В общем, надо просто поиграться, посмотреть какой эффект вам здесь больше подойдет. Следующим мы с вами разберем граница. Естественно, в начале у нас не задано. И также есть и обычные границы, и при наведении можно, чтобы появлялась только граница. Например, в обычном состоянии границы нет, а при наведении есть. Тип границы. Например, сплошная, двойная, там точками. Все как обычно. Выбираем сплошная. Вы можете не видеть, я уже вижу, вот появляется такая черная граница. Уже. Давайте обновлю страницу. По краям браузера, если вы видите, есть граница. Здесь ее тоже видно. Соответственно, граница, когда мы выбираем сплошная, она уже показывается. Здесь мы можем задать толщину границы. 10 пикселей. Вот сейчас вы ее точно увидите. И она черная по умолчанию. И можно задать, так сказать, любой цвет. Давайте я сделаю какую-нибудь прям красную, чтобы ее было хорошо видно. Дальше можно задать скругленные углы. Как со всех сторон это видно по краям, так и с каких-то определенных сторон. Например, вот я сейчас возьму точечное. Вы видите, такие точки появляются. Тень объекта. Как только я по карандашу кликаю, уже появляется тень. Вот здесь это видно. Прямо под секцией появляется легкая тень. Соответственно, здесь можно двигать тень. Там отодвигать. Вот, например, Витя, я ее отодвинул сильно. Вплоть до того, что можно сделать тень вообще черную. И даже тень поменять цвет. Вот таким вот образом. То есть все очень круто можно настроить. Так, с границей разобрались. Я думаю, про наведение я разбирать не буду. И так понятно уже вам будет. Я просто границу уберу. Поставлю нет. И дальше у нас идет разделитель секции. Здесь у нас есть верх и низ. Сейчас поймете, что это такое. Давайте сначала рассмотрим верх. Тип. То есть у нас пока разделитель не задан. И здесь есть разные варианты. На самом деле, вот это очень крутая штука в плане визуального эффекта. Смотрите, например, я беру горы. Смотрите, что происходит сверху. Дальше низ. Ничего не задано. Беру горы. Они тоже внизу появляются. Обновимся. Давайте посмотрим. Видите, появляется такой эффект. Как бы волнообразный. Горы называется. Причем цвет можно задать любой. Давайте я с верхней поработаю сначала. Вот цвет. Дальше смотрите. Видите, ширину там можно манипулировать. Высоту. Перевернуть. Есть возможность. Она переворачивается в другую сторону, так сказать. Вот так высоту сделаю. Вот так вот видно, когда она переворачивается. Дальше на передний план. Это если какие-то объекты у вас на нее сверху заходят, то можно ее прямо на передний план передвинуть, чтобы она перекрывала все объекты. Но то же самое низ. Вот внизу она есть. Или внизу ее можно отключить. На самом деле здесь может и поиграться. Здесь достаточно много, смотрите, всяких вариаций. И можно достаточно интересно, я думаю, здесь что-то настроить. Вот я это пока использовать не буду. Здесь мы с вами разобрали. Дальше. Типографика. Ну, здесь особо я заострять внимания не буду. Здесь вот есть у вас пометка примечания. Следующие цвета не будут работать, если включены глобальные цвета. У меня глобальные цвета не включены. Цвет заголовка. Здесь у нас заголовка нет, поэтому мы не видим цвет. Смотрите, вот у нас заголовок есть, видите, секция ниже у меня с заголовком. Если я перейду сюда в настройки, стили, например, цвет по меня, смотрите, сейчас цвет заголовка голубой, вот он стал оранжевый. Прямо непосредственно в секции мы можем задать глобальный цвет для заголовков. Например, цвет заголовка, вы видите, стал оранжевый, и получается в этой секции, если будет несколько заголовков, они все станут оранжевыми. То же самое, видите, перемещается лево, центр, весь контент в этой секции, он перемещается. Итак, мы с вами разобрали вкладку стили, переходим, расширенные. Здесь мы с вами уже что-то смотрели, то есть отступы внутренние, как с ними работать, я уже вам показал, если хотите задать отступы. Z-индекс, здесь обычно пишется цифра, например, 999, это если много объектов, и какой-то объект нужно поместить прямо на передний план. Но сейчас показывать я не буду, я, если только буду делать, например, какой-то сайт, и покажу вам, как это наглядно выглядит. То есть это много объектов, да, и какой-то объект, например, сзади находится, его надо на передний план, ему можно задать индекс, просто, например, 999 поставить, если он на передний план не переходит, добавить еще 9, да, и, то есть это вот именно перемещение на передний план, это опция. Дальше, KSS ID, ну, в каких-то случаях это используется, если где-то потребуется, я обязательно покажу, как это использовать. В большинстве случаев вы это используете, скорее всего, не будете. То же самое с KSS класс, мы это пропускаем. Дальше, эффекты движения. Эффекты движения мы с вами уже, похоже, рассматривали в прошлом видео. Здесь абсолютно все то же самое. А вот стики, давайте покажу, но это будет лучше понятно, например, скажем так, шапка у нас какая-то есть, и нужно при прокрутке, чтобы эта секция была закреплена. Смотрите, я вот эту секцию, где у меня небольшая секция, да, я ее могу же перенести выше этой секции. Вот, заголовок, да, смотрите, у нас сейчас это все прокручивается. Я схожу в настройки этой секции, перехожу, расширенные, и вот здесь вот стики. Пока ничего не выбрано. Если я выбираю топ, смотрите, при прокрутке у нас прокручивается, да. Вот давайте я обновлю, прямо на сайт пойду, смотрите, прокручиваю, и залипает. Но, опять же, у нас секция не залита цветом, она может быть, например, белой. То есть, если я сейчас перейду в стиле, у нас тут ничего нет. Это даже не обязательно может быть белый, любой цвет, ну, пускай будет белый. Обновлюсь. Тогда, при обновлении страницы, вот, как будто это уже шапка. Вот она сейчас прилеплена. Здесь у нас может быть логотип, меню, все что угодно. И то же самое можно прилепить снизу. Ну, то есть, это надо тогда внизу расположить какую-то секцию, и она внизу тоже будет залеплена. Здесь мы это не увидим, потому что у нас это наверху находится. Так, я это отключаю. При включении, кстати, можно также выбрать, где прилипать, чтобы это работало, да, опция. То есть, для компьютеров, для планшетов, для мобильных. Далее, если у нас с вами выбрано здесь хоть что-то, в стике, да, есть еще опция эффект. То есть, смотрите, стоит 0, если заждаю 50, то у меня отступает сверху 50. Эффект действует, но как бы сама секция, видите, смещается. Вот ниже, это у нас смещение эффекта. Но я пробовал задать разные значения, я не увидел разницы, то есть, в каком, в каких-то условиях это работает. Вот, если вы здесь добьетесь какой-то интересного варианта, напишите в комментариях, что у вас получилось. Может быть, пришлете там тоже скриншоты, покажете, как у вас на сайте получилось. То есть, я пробовал разные значения, вот сюда добавляйте, у меня здесь как бы непонятно, как это вообще отрабатывает. И дальше я не смогу еще показать вам анимацию. Анимацию. Обычная анимация, когда при загрузке страницы какой-то контент влетает там сбоку, сверху и так далее. Почему-то у меня вообще анимация не работает в Elementor. Также напишите в комментариях, у кого анимация работает. То есть, я писал разработчикам, вопрос вроде как решается, я так и не понял. Она у меня вообще не срабатывает. Какой бы я не убирал, анимации я не вижу. Поэтому я показать не могу, поэтому я этот момент пропускаю. Движемся с вами дальше. Но здесь на самом деле ничего сложного нет. Если это будет работать, это просто обычная анимация. А это вот разновидность анимации, выбор, как эта анимация будет появляться. Дальше движемся с вами. Адаптивность. И первая опция, реверс колонок для планшеты, для телефона. Чтобы лучше понять, как это работает, на самом деле это очень востребованная крутая фишка, по крайней мере для меня. На других конструкторах я такого не видел. А хотя это очень часто бывало требовалось. Когда вы будете настроивать адаптивную версию вашего сайта, вы можете столкнуться с такой ситуацией. Смотрите. На компьютере здесь вот текст, видите, как расположен. Рядом картинка. Если я сейчас перейду на мобильное устройство, получается текст наверху, картинка внизу. Возможно, так вам и будет нравиться. А если вы хотите сделать картинкой первой на мобильном устройстве, а текст ниже, часто это может случиться так, когда у вас вот здесь идет текст, картинка, а дальше тоже идет текст и картинка. И вот так несколько вариантов. И тогда на телефоне получается немножко каша. Может так получиться, что будет здесь текст, картинка, потом картинка, а потом текст. А должно идти текст, картинка, текст, картинка. И вот здесь вот этот реверс, как раз таки это оно и есть. смотрите реверс для телефона просто включая в положение да и сразу на ваших глазах картинка становится выше а текст ниже и это только для телефона то есть если я перейду в компьютер текст останется с левой стороны как он и был самом начале и то же самое для планшета если нужно сделать то здесь включаете дальше это уже банальная опция она давно уже у всех тоже есть скрыть какой-то контент но не менее важны тоже полезное скрыть на телефоне например контент какой-то скрыть надо здесь возможно вы контент будет отображаться но на реальном телефоне или на компьютере вы посмотрите через демонстрацию имитацию телефона то там контент скрывается я проверял это работает то есть нужно скрыть эту секцию всю и текст и картинку целиком если то скрываем в отдельности можно картинку скрыть впереди а в настройке самой картинки там тоже можно скрыть ее отдельно на разных устройствах здесь тоже я думаю понятно движемся с вами дальше атрибут здесь если вы конечно захотите углубиться надо будет перейти на сайт разработчика и об этом более детально просмотреть это на самом деле некая микро разметка я покажу лишь один пример но сам лично в эту углубляться я не буду это нужно для того чтобы здесь например вот у нас есть шапка хедер ее так сказать разметить для поисковых машин то есть как это сделать это показано например на сайте элементов вот здесь вот кастом атрибут из ссылку я оставлю также к этому видео на сайте на своем опередите через переводчик посмотрите если вы захотите углубиться здесь они более детально об этом рассказывают я покажу на одном примере смотрите сначала здесь ставится ключ так называемый дальше ставится труба или по-русски это вертикальная черта и дальше ставится вот такая вот строчка на сайте это нигде показано не будет это только для поисковых машин и как бы с одной стороны это нужно сделать и это нужно сделать для каждого блока на вашей странице то есть сейчас я разметил вот для верхней секции это хедер шапка сайта я поисковым машинам говорю что это хедер и когда вы разметите каждую секцию то есть у каждый свой будет атрибут получается да у контента свой у подвала свой поисковой системе будет лучше понять где что находится и это может повлечь как бы более лучшей индексации то есть это уже как сказать мы влияем на seo сайта то есть улучшаем seo сайта и как я уже сказал если хотите в эту углубиться то надо это все изучить надо знать все эти атрибуты как это прописывается то есть сейчас именно для хедера я прописал атрибут здесь больше ничего делать не нужно и также здесь можно вот этот html тег поставить так сказать вдогонку хедер то есть здесь сделали хедера здесь еще поставили с вами атрибут все теперь мы как бы разметили это и называется микро разметка и дальше у нас настройках секции остается только кастом ксс это уже так сказать для продвинутых пользователь кто знает ксс язык программирование человек может здесь дописать если что-то не хватает из функционала на элемент то есть для вас для обычного пользователя который просто себе или кому-то делает сайт лендинг или блок суда вы скорее всего заглядывать даже и не будете если вам не придется ничего править если вам хватит функционала элемент про если вас элемент про заинтересовал вы сможете вы купить по ссылке в описании под этим видео таким образом поддержав меня на этом видео заканчиваю и увидимся с вами в следующем видео видео